Остров Белл, архипелаг земля Франции Иосифа, приморский район Архангельской области России. Высшая точка острова 343 метра. По форме остров напоминает подкову, в центральной части которой расположена бухта Нильсона и огромная скала. Скальная возвышенность острова напоминает колокол. Есть версия, что именно поэтому первый открыватель острова Бенджамин Ли Смит назвал его так. По-английски Белл это колокол. Остров был открыт в 1880 году во время первой экспедиции Бенджамина Ли Смита к земле Франции Иосифа. Во время второй экспедиции в 1881 году на паровой яхте Эйра Бенджамин Ли Смит планировал обустроить экспедиционный городок на острове Белл. И здесь построили небольшой деревянный домик в качестве убежища на случай зимовки. Домик привезли в разобранном виде, с материка. А здесь оставалось его только собрать. На фотографиях видны сборочные меркировочные отметки на некоторых досках. Однако планам не суждено было сбыться. В августе 1881 года примерно в 25 километрах от острова Белл у берегов острова Нордбрук экспедицию настигла ранняя зима. Яхта Эйра была раздавлена льдами в заливе Факи между мысом Флора и мысом Гертруды острова Нордбрук. Сейчас здесь из-за таяния льдов образовался пролив, который разделил остров Нордбрук на две части – западный и восточный острова. Ли Смит с отважной шотландской командой были вынуждены зимовать на острове Нордбрук, перетащив спасенные с яхты вещи на мыс Флора. А домик Эйры остался на зимовку на острове Белл без постояльцев. Лето в эти края приходит поздно и неожиданно, обычно в июле. Как только льды позволили вывезти в открытое море сохраненные шлюпки с яхты Эйры, начался шлюпочный поход Бенджамина Ли Смита к материку через Баренцево море от Северного Ледовитого океана. Шлюпочный поход продлился 42 дня и завершился, когда на подходе к архипелагу Новая Земля в районе пролива Маточкин-Шар, который разделяет архипелаг на южные и северные острова и соединяет Баренцево и Карское моря, команда Ли Смита встретила спасательные корабли Королевского географического общества Великобритании, которое возглавлял капитан Ален Юнг. Для обывателя остается загадкой, как корабли и шлюпки посвящались в бескрайнем океане, однако, скорее всего, маршруты плана эвакуации на случай ЧП были спланированы заранее. Бенджамил Ли Смит и его соратники спасены, а на маленьком острове Белл на память потомкам остался стоять дощатый домик Эйры, убежище Эйры. Это единственная историческая постройка архипелага земля Франца Иосифа, которая сохранилась со времен Великих Северных Открытий XIX века. В последующие года в домике бывали многие путешественники – Ли Смит, Нансен, Джексон и другие. Некоторые из них оставили на стенах свои автографы, даже целые послания и дневниковые записи. К сожалению, во времена СССР традиция скромных посланий потомкам переросла в реальный вандализм, когда ошалевший от Севера человек наносил свое «Всем привет! Здесь был Борис Чумичкин с жирной черной краской прямо поверх исторических автографов Великих Первооткрывателей Севера». Так или иначе, знаменитый домик Эйры стоит и сегодня, в 21 веке, на острове Белл, на территории Национального парка «Русская Арктика», открытый всем ветрам, ежегодно консервируемый снегами и морозами. Данную постройку важно сохранять как памятник покорения нашей планеты, чем и занимается Национальный парк «Русская Арктика». Мы совершили облет устрова Белл с высоты птичьего полета. На отмерях можно увидеть множество фрагментов различной древесины. Весь этот древесный материал приплыл сюда с материка, гонимый течением, ветрами и годами. Каждая такое бревнышко и доска на сленге полярников называется «плавник» и всегда является ценностью для одних как топливо, а для других как материал для изучения морских течений Северного Ледовитого океана. По островам земли Франца Иосифа можно видеть изменение климата на планете. Ледники тают, меняется рельеф островов. По фотографиям острова Белл 19 века можно увидеть небольшой ледник на поверхности острова, а в 21 веке этого ледника уже нет. Глобальное потепление – это реальность. В фильме использованы исторические фотографии и зарисовки из музейных коллекций, а современные фотографии и видеоматериалы удалось снять во время двух экспедиций – открытый океан архипелаги Арктики в 2017 году и в 2021 году в экспедиции с Национальным парком «Русская Арктика».